МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Производителей, специалистов. Да, Саша, здравствуй. Начну с главного тезиса, под который можно подвести все доклады в рамках форума Автонет. Будущее уже наступило. Однако оставить руль и сесть на пассажирское сиделье мы еще сможем. Ой, как не скоро, но тем не менее, грузовики беспилотные уже есть, и скоро мы их увидим на дорогах общего пользования. Первые беспилотные грузовики уже можно увидеть на трассе М-11. Москва-Санкт-Петербург. Новую технологию перевозок тестируют на 10-километровом участке скоростной магистрали. Сам процесс тестирования выглядит так. В кабине находится инженер-испытатель, который может в любой момент взять на себя управление. Отмечается, что процесс будут считать дистанционным только после того, как машина без происшествий преодолеет 100-километровый участок пути. Тестовый период займет еще два года. После завершения испытаний беспилотные фуры между двумя столицами начнут передвигаться в штатном режиме. Первые грузовики будущего были произведены на Сберавтотехе и КамАЗе. Отмечу, автомобильный завод в Набережных Челнах продолжает развивать машины с дистанционным управлением. Так, сегодня на форуме Автонет главный конструктор КамАЗа Сергей Назаренко представил еще одну новинку. Автомобиль Юпитер-30, беспилотный карьерный самосвал. Автомобиль проектировался, в принципе, как беспилотный изначально. Автомобиль уже производился до 30 тонн, 27-30 тонн, 4х4, все колеса управляемые. В данный момент автомобиль находится на испытаниях, пока на нашем утреннем полигоне. После завершения всех настроечных, калибровочных работ, машину мы отправим на территорию, взять вскрышные породы, уголь и так далее. Соответствующие договоренности с компанией-эксплуатантами из Курбасского региона уже имеются. Запуск беспилотного транспорта, развитие проекта «Омный город», электронное правительство и других сервисов, без которых мы уже сегодня мало представляем себе жизнь, в первую очередь зависит от качества связи. И если следить за тем, что сегодня делает Роскосмос, проблем с доступом к широкополосному интернету в России совсем скоро быть не должно. Уравнять наши шансы по сравнению с другими странами в космическом развитии призван проект «Сфера». Его многие называют аналогом американского Старлинка, но группировка спутников из 600 космических аппаратов будет работать только над Россией. Создаваемая на орбите Земли сеть позволит создать инфраструктуру, с помощью которой мы сможем не только наладить коммуникацию и интернет-общение со всеми, даже самыми отдаленными уголками России, но и, например, отслеживать связь с кораблями в северных морях или городах, расположенных на вечной мерзлоте, где мобильная связь на данный момент из-за технической сложности установки высших сотовой связи пока вообще отсутствует. Если говорить о развитии электротранспорта в нашей стране, то мы пока в аутсайдерах по сравнению с Америкой или Европой. Однако проекты в этой области есть, и часть из них уже реализуется. Так, в Калининграде на заводе «Автодор» начнут производство аккумуляторов для электрокаров. Сырье и программное обеспечение, которое применяется для оснащения блоков управления каждой батареи, полностью отечественная разработка. Кроме того, сегодня на форуме «Автонет» в полный голос о себе заявила Москва. «Мегаполис» уже является лидером по электрификации общественного транспорта в России в планах стать и центром электромобильности. Когда и в каком количестве в столице начнут отпускать авто на электротяге, рассказала директор по работе с органами власти и корпоративным связям автозавода «Москвич» Татьяна Редько. Если говорить о наших планах «Москвич», то мы предполагаем, что в этом году мы приступим к сборке 600 автомобилей, 200 из них будет электро. В следующем году у нас планы более амбициозные. Это 50 тысяч автомобилей, из которых 10 тысяч будут с электродвигателями. Помимо электрификации автомобилей в России идет и цифровизация транспорта. Причем в будущем планируют устанавливать телематику и навигационные системы в любую модель еще на стадии сборки. Инновационное оборудование обеспечит автоматизированный сбор, обработку, передачу данных и местоположение и состояние транспортного средства. Использовать полученную информацию можно, например, при урегулировании убытков при дорожно-транспортном происшествии. Вот анализ и реконструкция ДТП. Причем это реальная авария, не выдуманная до этой презентации. Вот подобный отчет, он удобен, например, страховым, чтобы понять, кто виноват. Данные даже позволяют предугадывать то, какие детали, вероятно, придется чинить, потому что видно, откуда был удар и с какой силой. Пока на онлайн-платформе «Автонет» эксперты обсуждали возможности больших данных и искусственного интеллекта на транспорте, в Телеграм-канале форума организаторы провели два опроса. Итак, большинство участников форума заявили, что массовое появление беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в России стоит ждать не раньше, чем через пять лет. По мнению общественности, сейчас лучше развивать беспилотные дальнемагистральные перевозки. Саша, кстати, в опросе. У меня тоже была возможность принять участие, и я отдал свой голос. Понятно. Спасибо, Миша. О форуме «Автонет» рассказал наш специальный корреспондент Михаил Волков. И в продолжении темы подробнее о передовых транспортных технологиях поговорим с экспертом. У нас на связи главный редактор автомобильного портала Qt.ru Максим Ракитин. Максим, здравствуйте. Добрый день. Отстает ли сейчас наша страна по уровню развития технологий беспилотного вождения от стран Европы, Азии и Северной Америки? И каков у нас вообще потенциал развития? Ну, не сказать, что отстает. Работы у нас идут. И мы видим это, например, в той же Москве, где и Сбер, и Яндекс постоянно испытывают свои автомобили на дорогах общего пользования. Но, тем не менее, это не тот процесс, который, например, запущен был в США в свое время. Это не тот процесс, который... Не те процессы, которые сейчас происходят в том же Китае, когда беспилотные автомобили, беспилотные технологии, в том числе и грузовые, постоянно используются сейчас. Ну, в качестве испытания, конечно, все это проходит. Но они уже сделали чуть больше шагов, чем мы, и чуть больше шагов, чем многие. Чем многие, кто сейчас пытаются в этой истории участвовать, в том числе и европейцы. Потому что европейцы, эта штука пока тоже находится в дорожном состоянии. Но сейчас у нас есть такие два локомотива, это Сбер и Яндекс. И будем надеяться, что в ближайшее время хотя бы технологии беспилотного транспорта, реакции роботов на происходящее вокруг, они получат свое развитие. А что касается городской инфраструктуры, вот здесь самая большая проблема заключается в том, что ни один из российских городов к этому не готов. И я сомневаюсь, что в ближайшее время будет готов. Это немножко, ну, здесь как бы больше, ситуация намного лучше на трассах. Например, на М-11 в ближайшее время пытаются запустить пилотный проект с грузовым транспортом. Здесь все немного проще, просто потому что, ну, просто потому что здесь меньше автомобилей, я имею в виду перекрестов в движении, меньше, меньше людей, велосипедистов, бабушек, собак. То есть здесь ситуация немножко другая. А что значит город не готов? Что это значит? То есть расшифруйте нам, пожалуйста, как город должен быть готов к этому? Беспилотный автомобиль готов жить и готов существовать в среде, которая ему чем-то отвечает. То есть, другими словами, город должен быть максимально умным и максимально помогать беспилотнику передвигаться по городу. Те датчики, те лазерные дальномеры, которые сейчас есть на беспилотных автомобилях, это, конечно, здорово. Но сама инфраструктура должна ему подсказывать, должна давать беспилотнику какие-то подсказки по дорожной ситуации, по количеству автомобилей на дорогах, по внезапному появлению колонны велосипедистов или каким-то вот таким фактором, который не всегда может беспилотник просчитать, даже несмотря на то, что он очень умный и что он постоянно находится в процессе обучения, самообучения. Здесь вот инфраструктура города, она должна быть чуть более дружелюбной к подобному транспорту. У нас, к сожалению, пока это зародыши все, зародыши находятся. Если города не готовы пока, насколько российское законодательство готово? Обеспечивает ли развитие беспилотного транспорта закон и право? Настолько же не готовы. И я могу сказать, что это международная тенденция, потому что до сих пор никто не понимает, как нам со всей этой штукой жить, просто потому что для начала мы не понимаем, кто должен нести ответственность в случае ДТП, например. Кто должен нести? Тот человек, который владеет робокаром, тот человек, который выпустил его на линию, сам робот, естественно, какой юридической ответственности не может. И сейчас основная коллизия заключается в том, что никто не может понять, каким образом взаимодействовать с точки зрения закона роботизированному автомобилю, беспилотнику, и, собственно говоря, нам с вами, нам, во всеми автомобилистам, людям, велосипедистам и прочим участникам дорожного движения. Так, получается, город не готов, законы тоже не готовы, а автовладельцы? Мы с вами. Автовладельцы? Ну, мы с вами, мы же понимаем, мы ко всему новому, особенно к такому, относимся скептически, а россияне люди традиции, слава богу, традиционных ценностей, поэтому для нас сейчас это тоже такая достаточно диковинная игрушка. Мы смотрим, да, прикольно, да, здорово, мы видим, что уже сейчас превентивно возмущаются таксисты, превентивно возмущаются сотрудники доставок, сотрудники даже небольших транспортных компаний, потому что, находясь вот в этом информационном потоке, они ежедневно получают новости о том, что вот уже буквально послезавтра в Москве, в крупных городах, где-то еще начнутся вот эти вот движения автомобилей без водителя. Нам, как, опять же, повторюсь, людям, которые живут традиционными ценностями, нам до конца непонятно, как эта штука будет реагировать на внешние раздражители. Мы не понимаем, как автомобиль под управлением робота, под управлением беспилотных технологий будет спасать наши жизни, будет избегать ДТП, будет вести нас по тому маршруту, по которому мы хотим, очень много непонятного. И поскольку эта технология такая полускрытая, и она очень сложная для понимания, если вы не технарь, это еще больше усугубляет ситуацию. Но вы бы не доверили свою жизнь беспилотному автотранспорту? С точки зрения экспериментатора, безусловно, доверил бы. Да, да. Вы сейчас на заднем сидении автомобиля находитесь. Да, да, да. Классическом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, и за рулем сидит человек, к счастью. Поэтому, ну, просто потому, что я, как и любой россиянин, я вот все новое, не то чтобы штыки воспринимаю, я стараюсь дождаться того момента, когда это, ну, где-то еще отработают, а потом мы уже вот будем готовы сами. Вполне логично. Поговорим тогда об электротранспорте. Вот в Москве счет электробусом идет уже на сотни, но каковы перспективы внедрения этого вида транспорта в других регионах? В регионах это будет зависеть исключительно от того, насколько будет развиваться инфраструктура зарядных станций. Это касается и легкового транспорта, это касается и городского транспорта, и это, может быть, и электрические грузовики. Как мы понимаем, сейчас с темой электрической проблем нет. Опять же, история с КАМАЗом нам говорит о том, что наши московские электробусы – это хорошо, это рабочая абсолютно штука, это все действует так, как должно. Есть быстрые зарядки для электробусов. Если обеспечить то же самое, примерно такую же инфраструктуру, как существует в столице, я думаю, что в регионах со временем, через пару лет, может быть, и раньше, электробусы появятся, появятся электрические грузовики, и появится большее количество электромобилей. Хотя, конечно, нужно всегда брать поправку на климат, где-то там за Уралом не всегда можно использовать электромобиль в силу просто погодных условий. Можно, конечно, но только вопрос в его эффективности. Мы все прекрасно понимаем, что от погоды зависит состояние аккумуляторной батареи, и тут здесь уже чистая экономика, что получается дешевле. Зарядка постоянная или один у нас заправка соляркой или бензином. А частные электромобили, это до сих пор экзотика в нашей стране? Экзотика, но уже в меньшей степени. Буквально вот на этой неделе еще один электромобиль нам привезли наши китайские товарищи, и китайцы вообще, в принципе, сейчас очень лихо сели на электротему, поскольку европейские бренды все уже ушли практически, и у них были электрички, но они были дорогие. Но сейчас, благодаря китайцам, электромобилей будет больше, и очень многие бренды уже собираются расширять свою модель от именно электрических этих девайсов. Поэтому с точки зрения наличия это уже не экзотика. Экзотикой по-прежнему остается возможность быстро, эффективно и удобно зарядить электромобиль. Насколько все-таки санкции повлияли на наш рынок и на развитие автомобильной электроники? Вообще это тормозит развитие транспортной технологии в России сейчас? Да, конечно, потому что электроника и большое количество комплектующих были импортными, и были европейского производства, были даже американского производства. Понятное дело, Тайвань, который тоже там сейчас против нас каким-то образом действует, то есть точно так же наложили на нас санкции. И проблема с чипами, она как была глобальная, так и остается. Но у нас она усугубляется тем, что нам практически, точнее не практически, а вообще нечем это заменить. То есть мы сейчас ищем других поставщиков, мы пытаемся в Юго-Восточной Азии находить какие-то контакты, опять же в том же Китае, но мы понимаем прекрасно, что китайцам зачастую не хватает самим для того, чтобы обеспечить свои объемы производства, плюс экспорт в больших количествах в другие развитые страны. Поэтому ситуация достаточно сложная. Я, честно говоря, не вижу ее позитивного в течение ближайших лет. Понятно. Относительно вот новое слово в транспортных технологиях «викл to everything». Именно за счет нее транспортные средства должны перейти на новый уровень автопилотирования. Насколько эти передовые тренды автономной мобильности проникли в нашу страну? Честно говоря, ненасколько. Потому что мы видим только те автомобили, которые испытывают, опять же, Сбер и Яндекс. Мы видим, что вот сейчас будет проводиться эксперимент на М11. Это осторожные такие шаги. И если говорить, например, про Москву, про столицу нашей Родины, достаточно технологичный город, один из самых технологичных в мире, но, тем не менее, сейчас очень осторожные, аккуратные шаги идут как раз в сторону того, что город, опять же, то, о чем мы говорили уже, это умный город. Это система, которая, концепция, которая существует давно. И сейчас это вот пока только какие-то проекты, пока только какие-то разговоры. Мы все еще находимся вот в стадии разработки, в стадии каких-то принятий каких-то решений. Но решения мы принимаем медленно не потому, что бюрократия и косность сознания, а просто потому, что окружающая обстановка, наша нынешняя транспортная действительность, она пока не готова принять умные города, Виктор, Дуэфрис и все прочее. Понятно. Спасибо, Максим, о развитии и внедрении передовых транспортных технологий. Мы говорили с главным редактором автомобильного портала Qt.ru Максим Ракитиным.